Ну что ж, мы продолжаем наш разговор о Хвиче Кварацкелии, о футболисте, который стал настоящим открытием российского чемпионата, который сейчас является растущей звездой, который вот-вот перейдет в европейские чемпионаты. Остается только понять, а куда он отправится. Ну и недавно Нобель Аростамян, наш известный футбольный инсайдер, сообщил, что Милан и Ювентус заинтересовались Хвичей. И да, я понимаю, что все слухи, которые распускает Аростамян, нужно делить на два, но в данном случае, как мне кажется, у этих новостей есть реальная основа. Здесь действительно есть интерес со стороны больших итальянских клубов. И давайте разберемся, какой из этих двух легендарных грантов сейчас подойдет Кварацкелии лучше. Милан или Ювентус. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также ведете промокод, указанный в описании, то получите три бесплатные ставки. Так что дерзайте, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Ну а теперь переходим к Кварацкелии. И, во-первых, хотелось бы разобраться с самым таким частым вопросом касательно данного футболиста. Ну неужели итальянские клубы могли заинтересоваться звездой российского чемпионата? Тем более футболистам, которые все-таки по-прежнему молод, нестабилен, которые подвержены подъемам и спадам, то есть есть хорошие матчи в исполнении Хвича, есть достаточно средние. То есть, казалось бы, неужели итальянские гранды готовы его подписать? Но мы должны учитывать несколько факторов. Во-первых, коронакризис. То есть вот этот финансовый коллапс, который начинается везде, в связи с коронавирусом и последствиями пандемии. Сейчас это очень больно бьет по европейскому футболу и по итальянскому в частности. Поэтому клубы уже вынуждены более-менее экономить и присматриваться не только к готовым звездам, но и к некоторым ребятам из России, например, из других каких-то чемпионатов. И сейчас вот такие клубы, они в том числе, вынуждены делать ставку на молодых и перспективных ребят, на игроков, которых можно взять на вырост. Потому что денег сейчас немного, так скажем, в европейском футболе, по сравнению с предыдущими сезонами. Тем более, что мы должны учитывать в Италии, это целая культура. Купить, так скажем, молодого паренька какого-нибудь из европейских чемпионатов второго эшелона, а дальше гонять его по арендам, в случае чего возвращая свой состав. Если он, так скажем, дорастет до нужного уровня, то и здесь ситуация вот такова. Итальянские клубы могут взять себе Кварацхелию, а дальше сразу отдать его в аренду, либо обратно в Рубин, чтобы он дорастал, обрастал местцом и так далее, либо отдать в какой-нибудь итальянский клуб середняк, чтобы там Хвича постепенно адаптировался к серии А. Поэтому, если даже Милан или Ювентус купят Хвичу, далеко не факт, что он сразу попадет в основной состав этих команд. Ну а теперь давайте пройдемся по каждой из них. Какие плюсы и минусы есть в Ювентусе и Милане для вот этого грузинского атакующего футболиста. Давайте начнем с Ювентуса. Касательно плюсов. Во-первых, в туинском клубе, казалось бы, много ярких атакующих игроков, но сейчас у них могут начаться проблемы на позиции вот этой самой атакующей группы на всех зонах и на флангах, и под нападением, и так далее. Потому что сами посудите. Роналду, конечно же, он по-прежнему хорош, но все больше слухов о том, что он не прочь покинуть команду и, например, вернуться в Реал. Что касается Дугласа, который отдан на право хаэнды в Баваю, Дзебалы и Бернардески, вот эта тройка откровенно сдала за последнее время, и непонятно, что их ждет в будущем. Куадраду, который ранее мог закрывать правый фланг атаки, сейчас окончательно перешел на позицию крайнего защитника. Что касается Кулусевски, то у него как-то все застопорилось в Турине, и вот этот паренек никак не может раскрыться. Остается в итоге только Кьеза. Кьеза хорош, но и он в каком-то смысле ограничен. Это футболист достаточно прямолинейный. Поэтому здесь, на самом деле, как бы странно это ни звучало, Кварацкелия может получить определенный шанс на то, чтобы показать себя. Тем более, что есть ощущение, что в ближайшее время в Турине все-таки начнется смена поколений, и будет резкое омоложение состава, потому что стариков слишком много. Тот же самый Дуглас, тот же самый Роналду и так далее. Нужна свежая кровь, нужны молодые исполнители, и вот здесь Кварацкелия может стать частью вот этой перестройки. Третий момент, очень важный, это финансы. Потому что, в отличие от Милана, который сейчас высчитывает каждую копеечку, каждое евро, Ювентус по-прежнему все-таки склонен к определенному барству. Он выписывает большие контракты, жирные такие соглашения, и здесь Кварацкелия в плане финансов может получить более выгодные условия. Так что здесь, в плане денег, на самом деле Кварацкелия может выиграть, если выберет именно Ювентус. Но в туринском клубе есть ряд изъянов, и первая из них, это, конечно, неопределенность будущего. Во-первых, не совсем понятно, что вообще будет с командой. Как она будет выступать, попадет ли она в Лигу Чемпионов, что очень важно для дальнейшего развития Кварацкелии. Да, сейчас ситуация у туринцев далеко не самая критическая, они еще идут в четверке Лига Чемпионской. Но, глядя на их последние результаты, ничью в дерби Старино, поражение от Беневенто, кто его знает, что там будет. Но и вообще мы должны понимать, что не совсем ясно, а кто окажется тренером Ювентуса в следующем сезоне. Пока что тренер Пирло. Но, скажем так, кресло под ним очень серьезно шатается. Поэтому здесь может выйти, что Кварацкелия переходит в Ювентус при одном наставнике, при Пирло, а тут назначают нового, которому, может быть, Кварацкелия просто не нужен. Поэтому здесь ситуация очень неоднозначная и очень сложная. Ну и также отметим, что Ювентус по-прежнему остается командой Роналду, где вся атакующая игра так или иначе заточена под навыки португальца и под его действия. Да, в Милане тоже есть своя суперзвезда Ибрагимович, но все-таки хотелось бы отметить, что Златан сейчас не настолько эгоцентричный футболист, как Криштьяну. Все-таки Златан, в том числе в последние годы, существенно прибавил в плане розыгрыша, в плане командной работы, поэтому здесь он не столько тянет на себя, сколько дает партнерам. А Роналду это по-прежнему такой, знаете, энергетический вампир, который высасывает все соки из команды для того, чтобы самостоятельно показывать великолепный футбол. Вот такая вот ситуация, на мой взгляд, Ювентус неоднозначный вариант для Хвичи. В некотором смысле Милан поинтереснее. У них есть очевидные плюсы. Во-первых, они сейчас вышли на стабильные рельсы развития. Команда прибавляет, Пьоли оказался для них настоящей находкой, и мне кажется, что его тренерские позиции сейчас достаточно надежны. То есть, если сейчас Кварасхелия ведет переговоры с Миланом, то он понимает, что, скорее всего, в следующем сезоне по-прежнему тренером будет Пьоли, а не какой-нибудь другой наставник, как это сейчас, например, в Ювентусе, где ведете переговоры пока тренер первого, а там, может быть, в следующем сезоне будет новый наставник. Поэтому, на мой взгляд, для развития футболиста, возможно, Милан сейчас подходит лучше. Тем более, что Пьоли по своей специфике, мне кажется, он больше похож на Слуцкого, нежели Пирова. Все-таки Андре делает очень серьезную ставку на процент контроля, там почти 60%, на точность передач, на вот этот такой почти тики-таку, или сайбол, называйте это как хотите. А что касается Пьоли, у него владение не является самоцелью, у него ставка идет на быстрый переход из обороны в атаку, на активные действия флангов, и вот здесь Кварацхеля на самом деле может оказаться в привычной обстановке, потому что стилистика Пьоли чем-то похожа на работу Слуцкого. Также хотелось бы напомнить, что в Милане есть традиционные какие-то моменты, связанные с футболистами из бывшего СССР. Определены такие постсоветские традиции. Тут вам и Шевченко, и тот же самый Каладзе. И да, я помню, что в Ювентусе тоже были игроки, причем еще в 90-е, в ранние 90-е, с постсоветского пространства. Но все-таки это было совсем давно, а в Милане по-прежнему помнят и Каху Каладзе, и Андрея Шевченко. И это добавит к Рацхели определенного такого, знаете, имиджа в этом клубе и определенной любви со стороны фанатов. Ну а что касается минусов, здесь я бы отметил конкуренцию. Если Милан продлит контракты с Чалханоглу и Ибрагимовичем, то борьба за место в составе в атакующей группе будет просто безумной. И да, я понимаю, что Ибра это нападающий, а не атакующий хавбек, как Рацхели. Но учитывая наличие Ибрагимовича, тут возможны варианты с двумя нападающими, что в свою очередь сократит количество атакующих хавбеков. То есть, так или иначе, здесь в случае продления Чалханоглу и Ибрагимовича конкуренция серьезно возрастет. И при этом мы должны учитывать, что здесь конкуренция будет идти с молодыми и перспективными ребятами, которые прибавляют и прогрессируют. Они идут на спад, как это происходит в Ювертусе. Поэтому, на мой взгляд, здесь, в Милане, Кварцхели может столкнуться с более серьезными, скажем так, конкурентами, с более серьезной борьбой за место в стартовом составе. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.